Если человек делает ТАВАФ, начнет сомневаться, он 6 или 7 кругов сделал. Если он уже закончил ТАВАФ, и эти сомнения у него появились после того, как закончил ТАВАФ, то ни в коем случае ему нельзя возвращаться опять делать ТАВАФ. Даже если он на 99% уверен, что он не доделает, но только на 1% сомневается. Если он вернется, то возьмет грех. Любое поклонение, которое мы закончили, если закончили его, у нас появляется сомнение, то мы ни в коем случае его не повторяем. Допустим, человек молится, говорит Аллаху Акбар. А потом начал думать, интересно, у него тахарат есть или нет. Если он из-за этого сомнения покинет молитву, то он грешник. Потому что когда он делал ТАГБИР, он был убежден в том, что у него был тахарат. Ни в коем случае нельзя открывать двери сомнений. У большинства людей бывает наущение и сомнение в вопросе омовения, когда он находится в туалете. Даже у него такое появляется сомнение, что он болен недержанием мочи. Хоть на самом деле он ничем не болен. Он говорит, из меня выходит капля мочи. Оттого, что одна капля вышла, это не является болезнью недержания мочи. Даже если на 100% ты будешь убежден в том, что одна капля, которая вышла, действительно капля мочи. И Шейх Салам Таймия говорит, что одна капля, Аллах Субталя, прощает такую. Что касается тех людей, которые сидят в ванной часами, выжимают свой половой орган или начинают прыгать, чтобы вышла последняя капля, это все является излишеством в религии, Аллах Субталя. Тот, у кого есть наущение. То мы ему даем выбор. Либо он должен оставить свои наущения и поклонение шайтану. Или же оставляет пускай молитву, потому что он умолешенный. Пришел один человек, к одному известному имаму, имя которого было Ибн Акиль. Он сказал, у имама, я полностью ныряю в воду. Потом выхожу. И мне кажется, что на моем теле остался кусочек кожи, куда не попала вода. Что там мне? Какая опасность? Имам сказал, что я думаю, что подобный тебе не должен совершать молитву, иди отсюда. Тот сказал, почему? Потому что пророк сказал, что троим грехи не записывается, и ты один из них, потому что ты сумасшедший. И поэтому человеку стоит перед выбором. Либо он оставляет наущение и нормальный поклоняться, либо он оставляет молитву, потому что он умолешенный и сумасшедший.